Друзья, всем привет! У нас наконец-то потеплело, я решился снять влог. Давненько вы меня просили снять видео. Один день из моей жизни. И вот сегодня наконец-то я решился. Надеюсь, что вам будет интересно. Погнали! Так, мой номер 19. Вот. 19. Все. Переодеваемся и... Итак, друзья, я в зале. Это зал функциональных тренировок. Сейчас проведу вам экскурсию по нему. Начнем мы, собственно, с самого главного. Это сам зал. Вот видите, да, здесь много турнюков. Вон там тоже рукоход. Два вида рукохода. Здесь у нас груши, здесь тумбы, пару стоек со штангами, эйрбайки. Там концепты стоят, это сухая гребля. И свободные веса. Вот зона свободных весов, получается. Здесь также TRX. То есть полностью зал для функционального тренинга. Сейчас вам покажу одну очень крутую фишку, которая мне нравится. Вот она. Это называется рукоход. Достаточно два раза слезть и залезть, точнее залезть и слезть туда-обратно. И вы поймете, насколько это крутое упражнение. Вот видите, такие вот тоненькие палочки. Вот за них цепляешься и в каждую дырочку необходимо просунуть. Вот так. Сейчас покажу, как это выглядит. Есть контакт. Вот так необходимо сделать хотя бы пару раз. И на самом деле очень сложно, потому что ты постоянно находишься в статике. Если когда-нибудь увидите такое упражнение, рукоход, оно есть даже на некоторых турниках, на уличных площадках. Очень крутое упражнение, друзья. Обязательно попробуйте. Продолжим экскурсию. Здесь есть еще такая прикольная тема. Осьминог или как он называется. Вот видите, за мной стоит. Вот это точки для ударов. То есть можно регулировать по высоте внизу для лоу-киков. То есть сюда бьешь лоу-кик. Здесь удары различный апперкот, снизу ногой, с коленой и так далее. Тоже прикольная тема, кстати. Можно поставить даже такую дома. Здесь мои любимые медицин-боллы. Вы все знаете, как я люблю с ними заниматься. Это тренажер-концепт. Идет уже для лыжников. То есть сухая лыжня или как она называется. В общем, там сухая гребля. Следовательно, это сухая лыжня. Имитация езды на лыжах, в общем. Там туалеты, массажный кабинет. И здесь два зала таких. Крутых, где проходят групповые тренировки. Вот здесь один, а там второй. Я 100% знаю, где бы ты зависал на групповых тренировках. На пилоне. Блин, он крутится. Зарегулировать можно его как-то отрегулировать. Здесь вроде бы есть какая-то дырочка. А вот тут не получается. На этом попробуем. Его можно закрепить. И на нем поделать флажок. Так, всю экскурсию по залу я вам провел. Кстати, пишите в комментариях, как вам зал. Прикольный. Чего тут не хватает. Мне кажется, тут не хватает именно турников и брусьях для воркаута. То есть свободных турников, обычного турника и свободных брусьев. Тут есть брусья навесные, но на них не совсем удобно делать элементы. И на вот этой стенке тоже не совсем удобно делать выходы, висы и так далее. Потому что здесь получается хват потолще. Здесь тонкий, но здесь мешает вот эта вот штука. А я сейчас буду заниматься на кольцах. Будем делать статические элементы и выходы силы. Есть контакт. Я размялся. И теперь приступим к упражнению на брусьях. Задача, ой, на брусьях, на кольцах. Задача сегодня сделать статический элемент передний вис, задний вис и выход на две на кольцах. Задача сегодня. Прошел час тренировки Пришли мои дармоеды Сейчас будем выполнять тренировку горилла Написано, вот все Серега Вон он, Серега Улыбнись Вот, короче, тренировка написана Получается у нас подтягивания 100 раз Отжимания, локти внутрь, 100 повторений Крокодил, 45 шугов Подъема ног в перекладине 100 и французский жим от турника Тоже 100 повторений И все это нужно сделать на время, как можно быстрее Кстати, разминка у нас Сухая гребля 2500 метров Вот пришел второй дармоед, который постоянно опаздывает На каждую тренировку он опаздывает Я не знаю, как можно так долго переодеваться Я как луковица, у меня много одежды Короче, поперли Вторая тренировка подряд Первая тренировка у меня была Это статические силовые элементы Сейчас будет функционал 2500 на гребли И затем выполняем программу Мое время Круг 24.46 24 минуты 46 секунд Я закончу Так, два часа потренел Сейчас самое время перекусить У меня тут гречка Немного курицы совсем Выпил протеиновый коктейль Здесь у меня как раз правильные углеводы Друзья, я до сих пор в зале дописываю третий уровень программ Которые, кстати, доступны уже по предзаказу Ссылку на них я оставлю в описании Сейчас у меня будет в три часа клиент Тренировка, а затем еще две тренировки И на этом мой рабочий день закончен Так, все, на сегодня у меня тренировки в векторе закончены Сейчас иду в уроки У меня еще там осталось два клиента Потренируюсь и все Можно сказать, что на сегодня официальный рабочий день закончен Так что, друзья, вы видите, да, что я точно такой же, как и вы У меня есть работа, хоть и работа на себя Я сам ее выбрал Она мне нравится Я получаю от нее кайф Когда я работал в армии, у меня была неплохая зарплата Хорошие перспективы Но вот что-то вот внутри не давало мне спокойно жить И я уволился После увольнения я не сразу пришел к тренерской деятельности Хотя сразу же после армии я проработал примерно полтора месяца в ворк-классе тренером Мне почему-то это тоже не понравилось То есть там ничего такого не было Не было никакого давления со стороны начальства То есть свободный график Тем не менее, вот, ну не нравится мне работать на кого-то После ворк-класса я работал в СОО Продолжалось это примерно месяцев 5-6 Ну, в общем, скажем, полгода Дальше я уволился и наступил ступор Я не знал вообще, кем я хочу быть Какая у меня цель Примерно, наверное, месяц я оболтался туда-сюда И решил, что я хочу стать тренером Что мне это реально по кайфу Мне нравится Я неплохо зарабатываю, но дело даже не в заработке В армии у меня тоже была очень хорошая зарплата Дело в том, что я занимаюсь тем, что мне реально нравится Что мне реально приносит удовольствие И каждый день просыпаюсь с утра Я не думаю, как бы мне подольше поспать Потому что у меня есть любимая работа У меня есть собственный график, который я сам себе назначаю Также я занимаюсь бизнесом Вы все знаете каким У меня есть магазин кроссовок Кстати, кто еще не выбрал подарок к Новому году Переходите по ссылке в описании В мой магазин Там всем подписчикам канала Андрей Филиппов Будет скидка 30% по промокоду Андрей Филиппов Пишите в директ Называйте промокод Андрей Филиппов И выбираете любой товар со скидкой 30% Друзья, я понимаю, что это реклама Но кому как не мне рекламировать мой магазин На моем же канале Тем более ничего плохого я не делаю И у меня на канале вообще минимум рекламы Я рекламирую только реально полезные товары Нужные, помните, да? У меня был Sandbag А Sandbag это классная очень штука Для занятий дома Для занятий дома Потом я рекламировал петли TRX Петли TRX это тоже многофункциональный тренажер С которым можно много чего выполнять Извините за тавтологию Также было спортивное питание С которым я до сих пор сотрудничаю Это Natural Nutritional У вас, кстати, на него скидка 15% По тому же самому промокоду Андрей Филиппов Поэтому тот, кто хочет приобрести себе спортивное питание Либо сделать кому-то подарок Вот вам, друзья, 15% скидка Я думаю, что это тоже круто И тоже вы получаете какой-то бух Тем более аудитория моего канала Это в основном 25-36 лет Люди взрослые Я считаю, что вы адекватно относитесь к рекламе Но, тем не менее, я не берусь за все подряд А рекламных предложений очень много Потому что каналов на спортивную тему в русском Ютубе не так уж и много А спортивных магазинов их очень много Поэтому поступает очень много предложений Но в основном я отказываюсь Потому что в основном предложения поступают от различных тренажеров для пресса Вот эти вот, которые кардиостимуляторы Или как они называются Которые работают за счет сжатия Или за счет пропускания тока Что-то в этом роде Я в это не верю Поэтому я не хочу советовать вам, друзья, извините за выражение всякую Кстати, мы сейчас проходим возле 130-го квартала Это самое проходимое место в городе Иркутск Там находится модный квартал, это торговый центр В принципе, тоже самый посещаемый в городе Иркутске Здесь, получается, восстановленные старые здания Вот видите, да, как красиво вокруг Как будто в какой-то старой деревне Вот с одной стороны красота А с другой стороны уже не очень Я сейчас нахожусь на самой красивой улице города Иркутска Эта улица называется Карла Маркс Совсем известно, что в сталинские времена было очень много ссылок питерских архитекторов в Сибирь Так вот, друзья, все эти питерские архитекторы Как, видимо, обосновались именно здесь, на улице Карла Маркса И понастроили тут очень красивые дома Поэтому, если будете в Иркутске, обязательно посетите еще и улицу Карла Маркса 130-й квартал, как Карла Маркса Но самое главное, зачем приезжают в город Иркутск Это, конечно же, Байкал, друзья, да Это самая главная фишка Байкал, это просто уникальное место Когда попадаешь туда, ты нереально заряжаешься Вот он, мой самый главный клиент Друзья, я нормальное лицо сделаю Нормальное лицо? Да Нормальное лицо Нормальное у тебя лицо? Нет, давай заново Давай Андрей Нужно быть настоящим и естественным Слышали? Да давай, гриби, гриби Гриби Все, не возникает Ну, вот так примерно проходит мой день Примерно работаю я, наверное, с 10 утра до 6 Естественно, у меня есть перерывы на поесть На работу над новыми проектами Потому что очень много проектов, которые требуют особого внимания и времени И в перерывах между тренировками я занимаюсь данными проектами Так, все, с Йосикой тренировка у меня закончилась Ты здесь будешь, да, Йосик? Да Сейчас у меня Жека Йосик меня подождет И все Можно идти домой Тут повесили новую грушу Прикольную Вообще классный мешок Очень удобно отрабатывать ногами Еще один мой любимый мешок Точнее, еще два моих любимых мешка Это для ударов коленями Очень круто, очень удобно И вот на этом мешке я особенно люблю работать Он вот прям очень удобный для отработки ударов Кстати, я тренирую только мужиков На это есть ряд Я ничего не имею против женщин Есть девушки, которые занимаются в два раза лучше, чем мужики Но с мужиками интереснее И с ними есть о чем поговорить Потому что тренер это не просто Пришел и снял блины за 2000 рублей в час Нет, тренер это еще и психолог, еще и друг И с каждым моим клиентом Выстраивается отношение чуточку больше Нежели просто клиент и тренер Все, крайняя тренировка на сегодня Вот он, Жека Вы все его помните Так, у меня микрофон включен, да То обычно бывает такое, что микрофон не включаю И приходится перезаписывать целое видео Кстати, вы меня спрашивали, почему я тренирую в двух разных залах Не проще ли тренировать в одном векторе Тем более, что там есть зона единоборств Нет, друзья, не проще Так как этот зал, он специализированный Он специально именно для единоборств Здесь есть ринг Здесь есть специальные мешки, груши, снаряды Различные приспособления Перчатки, шлема и так далее В общем, этот зал именно специализированный для единоборств И, естественно, здесь гораздо комфортнее тренироваться В плане бокса, кикбоксинга и других боевых искусств Все, на сегодня официально рабочий день у меня закончен Сейчас осталось только поесть Где тут моя очень вкусная яичница с брокколи Вот Сейчас поем и можно отправляться домой Вот она, моя вкуснотища На самом деле брокколи я не очень люблю Но брокколи очень богатая клетчатка Поэтому я его включаю в свой рацион А яйца это белок, всем известно Самый быстрый белок, самый лучший среди продуктов питания Поэтому всем приятного аппетита Я буду есть и собираться Сам процесс покупки вам не показывают Так как были сильно вовлечены Выбор продуктов Вот у нас тут, как всегда, полная тележка Какой-то интересный магазинчик Все уже к Новому году Полным ходом готовятся люди Вот елочка стоит Посмотрите, какая прикольная Поближе Красивая, да? В торговых центрах Сейчас шумиха вообще конкретная Готовится к Новому году Сокупается подарками Тут какой-то новый йогурт Биопротеиновый Интересный, конечно, маркетинг Был уход, хотя протеина в нем Точно так же, как и в остальных других йогуртах Получается 4 грамма на 100 грамм На этом все, друзья Надеюсь, что сегодня смонтирую этот влог И выложу на канал Спасибо, что смотрели Показал один день из своей жизни Специально выбрал самый обыкновенный день То есть, когда у меня тренировки Работа для того, чтобы показать вам Что я такой же обычный человек, как и вы Я так же работаю У меня есть такие же проблемы И я, в принципе, ничем не отличаюсь от вас, друзья Поэтому все зависит только от вас Тренировки, питание и все остальное, друзья Все зависит только от вас И тем, кем в жизни вы хотите стать Либо чего-то добились Это тоже заслуга, только ваша, друзья Никто не вправе за вас решать На этом все Меня зовут Филиппов Андрей Движение Гориллос Увидимся, друзья Всем спасибо, что посмотрели это видео Субтитры сделал DimaTorzok